Ну что, ребят, компания Apple просто с двух ног влетает в нишу искусственного интеллекта, переименовывает его, добавляет во все свои устройства, не просто там каким-то отдельным приложением, а реально делает, внедряет искусственный интеллект, именно в сотрудничестве с ChargerPT, с компанией OpenAI, делает его массовым. И теперь нам уже от этого никуда не деться. Искусственный интеллект сейчас будет на всех устройствах, и Apple задали тренд. Давайте посмотрим, что было самое крутое в нише искусственного интеллекта на их последней презентации. И первое, что я бы хотел вам показать, это то, как они презентовали сотрудничество с ChargerPT, с компанией OpenAI. Давайте посмотрим, послушаем это. То есть, смотрите, они подключили ChargerPT4O без регистрации, без SMS, без каких-либо проблем. То есть, на каждом устройстве теперь будет возможность выхода ChargerPT4O, и скорее всего, именно поэтому ChargerPT4O сказали, что они будут представлять свою модель ChargerPT4O бесплатно ограниченному количеству пользователей, для того, чтобы можно было так легко интегрироваться в устройство Apple. Давайте посмотрим, как это будет работать. Очень круто. То есть, смотрите, они изначально говорят, что у вас будет Siri голосовой помощник, который вроде бы и сейчас работает. Но если Siri голосовой помощник не справляется, то вы легко можете переадресовать свой вопрос ChargerPT4O и смотрите, в каком диалоговом окне он ответит. То есть, он ничем не будет отличаться от Siri. То есть, Siri с ним будет взаимодействовать. И ChargerPT4O тут же будет выходить на связь и давать свой ответ на этот запрос, если запрос является более-менее сложным. То есть, не простым, там, как приготовить рыбу, а что-то, какие-то дополнительные элементы необходимы для того, чтобы ChargerPT вышел на связь. Вы его также вызываете, там, говорите, что хочу спросить у ChargerPT. ChargerPT выходит на связь и дополняет ответ Siri. То есть, Siri, они как бы признали тот факт, что Siri немножко не совсем корректно может выдавать ответы. Но в связке с ChargerPT4O они будут работать намного круче. Следующая функция, которая также мне понравилась, это возможность в режиме реального времени, грубо говоря, описывать фотографии. Посмотрите, как он это делал. Здесь очень важно сказать, что компания Apple на этой презентации у них не было цели как бы показать, что процесс будет такой же, как при работе с обычным ChargerPT. То есть, смотрите, вообще при работе с искусственным интеллектом самое важное это то, как вы задаете запросы. То есть, что вы его спрашиваете. Если вы задаете глупый запрос, либо непонятный ему, то вы такой же ответ и получаете. И когда я вижу в комментариях под этим, под своими видео, либо в комментариях где угодно, либо мне кто-то говорит, да ChargerPT очень тупой, он не может мне сделать то, что я хочу. Конечно, он не может вам сделать то, что вы хотите, если вы ему задаете как бы промты, которые он не понимает. Я всегда говорю, что необходимо знать и понимать, как правильно задавать вопросы ChargerPT, как правильно задавать промты. У нас есть база знаний из больше 10 тысяч различных промтов для ChargerPT, для искусственного интеллекта на английском языке. Больше там 5000 различных промтов на русском языке. Есть огромное количество промтов для генерации изображений. И все это находится в моем телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. Переходите, кликайте, попадайте в телеграм-канал, и у вас появится доступ к огромному количеству промтов, образов для ChargerPT. Плюс также будет возможность подключать, судя по презентации, будет возможность подключать ко всем устройствам ChargerPT. И причем можно подключать свою платную версию ChargerPT, для того, чтобы ответы вы получали уже как бы исходя из той памяти, исходя из, то есть это все будет добавляться в память о ChargerPT. И исходя из вашего плюс аккаунта, который имеет расширенную версию, то есть генерировать диаграммы, получать, обрабатывать огромное количество баз данных, создавать крутые изображения, создавать полноценные презентации. Все это может платная версия ChargerPT. И вы можете подключить свою платную версию ChargerPT к своему айфону, к своему макбуку, к своему айпаду, и у вас будет доступ ко всем этим функциям. Но важно, если вы не умеете задавать вопросы в ChargerPT, то вы будете получать, соответственно, плохие ответы от ChargerPT. И здесь на это не делается упор, потому что компания Apple любит все презентовать, как все просто, быстро, не требует никаких усилий и знаний для того, чтобы их продукцию, соответственно, покупали, чтобы их сервисами пользовались. Но на самом деле, смотрите, да, какой здесь используется промп для того, чтобы получить хорошую, адекватную историю. Поэтому промпты — это очень важный элемент. И в моем телеграм-канале есть огромная база промптов, которые вы можете получить уже сегодня и начать пользоваться, полноценно пользоваться искусственным интеллектом, получать от него реально крутые ответы, крутые запросы, крутые посты, крутой контент, крутые генерировать изображения. Следующее, что сделали компания Apple, смотрите, они изменили название на Apple Intelligence, то есть AI также уже может ассоциироваться именно с компанией Apple. Мне кажется, это очень крутой, грамотный маркетинговый ход. И они говорят, что они интегрировали искусственный интеллект во все свои приложения. То есть, грубо говоря, во всех приложениях будет возможность работать именно с искусственным интеллектом. Следующее, что мне понравилось, это, смотрите, вот эта вот функция, где мы можем отвечать на сообщения, которые нам приходят на электронную почту, отвечать на эти сообщения с помощью искусственного интеллекта. Я уже в предыдущий раз, когда показывал эту возможность, которую сделала компания Google в своей экосистеме, то есть Gmail, то есть ребята из Apple пошли дальше и сказали, у вас будет работать вообще везде. То есть, смотрите, приходит какое-то письмо, искусственный интеллект это письмо читает и генерирует ответ на основе прочитанного этого письма. Вы можете туда добавить какие-то свои элементы. Суть будет в том, что искусственный интеллект за вас напишет это письмо. Либо откорректирует, либо добавить какую-то информацию. Либо вы, смотрите, он еще показывает, вы прошлись, ой, прочитали какую-то статью. И после прочтения этой статьи вы можете краткую выжимку добавить себе в блокнот, либо написать кому-то на электронную почту краткую выжимку из этой статьи. Мне кажется, это просто идеально. Да, какую провести корректировку. Я, например, сейчас все свои посты, которые пишу сам, я их отправляю просто в чат джебти. Раньше у меня был редактор, то есть человек, который редактировал мои посты и исправлял ошибки. Сейчас это все делает искусственный интеллект. Я им просто отправляю, он мне по пункту рассказывает, где какие ошибки он исправил, что где дополнил, как, может быть, будет звучать грамотнее для моей целевой аудитории именно такое произношение слов. И за счет этого мои посты, на мой взгляд, становятся круче. Следующая возможность – это работа с изображением. Конечно, мы здесь отпустим все те возможности, которые они говорят, что здесь будут создаваться эмоджи, еще что-то. Нам это не очень интересно. А именно генерация изображения. На основе всех тех фотографий, которые у вас есть, вы можете создавать крутые вот такие вот изображения для своих друзей, там, и отправлять. Я думаю, что это будет активно использоваться в социальных сетях, да, когда мы будем генерировать изображения на основе всех тех наших изображений, которые есть. Я давно эту функцию хочу, потому что я считаю, что я плохо выхожу на фотографии. Но с помощью искусственного интеллекта я могу добавлять свои фотографии к своим постам, то есть у меня в основном текстовый какой-то контент, к своим постам, и не париться насчет того, как там провести, сделать правильно фотографии. Искусственный интеллект все это сделает сам за меня. Следующий элемент тоже связан с изображением – это генерация изображения. То есть, смотрите, мы можем прямо в телефоне генерировать изображения для своих статей на основе каких-то данных, на основе фотографий. И все это буквально вот в несколько секунд, скорее всего, это будет через систему Дали, третьей версии, которая также внедрена в чат GPT в искусственном интеллекте. Вот эта вот функция тоже крутая. Смотрите, мы можем найти, да, сколько раз вырылись. Блин, где эта фотка была сделана? Там такая-то, такая-то, мне нравится. Но вы здесь говорите Siri искусственному интеллекту, что мне необходимо найти фотографию, где я там был в такой-то одежде, там-то, там-то. И он, ну, то есть, и телефон вам тут же все это найдет. Искусственный интеллект будет искать в нашем телефоне всю ту информацию, которая нам нужна. Очень удобно. Это целый, настоящий AI-помощник. Насколько я здесь понимаю, он анализирует наше предыдущее взаимодействие и будет, соответственно, на основе этого взаимодействия работать с тем контентом, который мы создаем. То есть, сейчас в чат GPT есть функция memory, я снимал отдельное видео, то есть, когда чат GPT в процессе нашего общения с ним узнает она что-то новое и добавляет его в свою долгосрочную память, чтобы в следующий раз сделать лучше. И, например, так сейчас я пишу посты, то есть, я закормил уже искусственный интеллект своими постами, и он на основе этих данных пишет мне хорошие посты, попадая в мой ритм. То есть, мне сейчас эти посты нравятся. Следующий элемент, который мне также понравился, это работа Siri. То есть, они говорят, что полтора миллиона, миллиарда голосовых запросов ежедневно попадают в Siri. Siri уже тренируется, представляете. И мы имели взаимодействующую визу. Мы стремительно развивались к этому визу. То есть, Siri реально с фиаски с OpenAI, с искусственным интеллектом, она становится реальным голосовым помощником. Причем не только голосовым, там у нее возможность и чата появляется. Личным ассистентом. И, как на презентации ChatGPT, здесь также в Siri была добавлена возможность. То есть, если вы где-то оговорились, вы можете повторить фразу, и Siri, соответственно, поймет. То есть, смотрите, да, здесь Siri отвечает на вопрос, который мы ему задаем в рамках экосистемы телефона. То есть, все, что связано с айфоном, она все подскажет. Если не справляется, она уже задает вопрос ChatGPT искусственному интеллекту. Возможность редактирования и работы с изображениями с помощью голосового помощника. Тоже новая функция, которая будет представлена. Смотрите, он написал какой-то текст и решил, что этот текст не совсем, может быть, в каком-то тоне написан, который он бы хотел отправить. Соответственно, он говорит, да, искусственный интеллект, давай-ка мне, напиши этот текст в другом виде. То есть, здесь он предлагает friendly, professional и consite. И искусственный интеллект перерабатывает этот текст в зависимости от той задачи, которую ему ставят. Да, я прекрасно понимаю, что огромное количество функций мы с вами уже знаем, уже пользовались, уже видели. Например, мы когда интегрировали искусственный интеллект ChatGPT в Telegram, там многими из этих функций мы можем также воспользоваться, либо воспользоваться оригинальным ChatGPT, также голосовым помощником. Но, на мой взгляд, именно компания Apple станет тем, той компанией, которая будет внедрять и выводить искусственный интеллект в более широкий рынок, для того, чтобы большее количество людей этими возможностями пользовалось. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Изучайте искусственный интеллект, подписывайтесь на мой Telegram канал, подписывайтесь на мой YouTube канал. С вами был Игорь Зуевич, пока!